Место для грибных профессора и студентов выбрали соответствующее возле Политехнического университета. Кстати, как и другие бронзовые грибные персонажи, эти ребята приносят удачу. Студентам рекомендовано потереть профессора, и после этого сдавать зачет или экзамен не составит труда. Родилась композиция уже давно, и вот воплощенная в жизнь красуется рядом с Лыбецким бульваром. Довольно давно ждет своего часа установки. Наконец определились вот все-таки с местом. Место, на наш взгляд, удачное, хорошее, уютное. Получилось в итоге, смотрится довольно органично. Надеемся, что он впишется в общую концепцию всей идеи. Хорошо. Персонажи узнаваемы далеко за пределами города. Расширение галереи рязанских грибных скульптур стало возможным благодаря федеральному гранту на внедрение туристического кода. Специально подбирали камень, было много вариантов. И вот этот такой разноцветный, при полировке выявилось очень много интересных деталей. Если сверху смотреть, можно представить, что это карта реки, озера, леса. Как будто из гугл-карта, так сказать, вот такими пятнами локальными. Очень интересный эффект. Никто этого не предвидел, когда брали, а какие-то искры, какие-то серебристые, коричневые включения. О том, что у нас в Рязани грибы с глазами их едят, а не глядят, давно известно во всей стране. У пословицы интересная история. По легенде, в XIV веке ордынцы регулярно совершали набеги на Москву. Подвергалось нападению Орды и Рязанское княжество. Лесная первобытная местность, богатая грибами, сама способствовала распознаванию врага. Княжеские пограничные стражи могли вычислять, что по лесным тропам пробирался чужак. Срезанный, сбитый, растоптанный гриб становился зрячим. Он сообщал бдительной разведке об опасности, о незаконном вторжении противника. В память о народной смекалке, мудрости наших предков и боевом духе рязанцев изродился проект. Кстати, до конца года в городе появятся еще четыре грибочка. А вот где и какие именно, пока интрига.